Дневной эфир седьмого телеканала. В студии с вами Татьяна Милимко. Здравствуйте! С 13 по 21 июля в Одессе пройдет девятый международный одесский кинофестиваль. В сети появилось имиджевое видео, которое раскрывает тему фестиваля. В прошлом году героем был зритель. В этом году организаторы кинофеста сделали акцент на восприятии человеком образов, которые он видит на экране и которые порождают особенные для каждого эмоции и переживания. Each of us has just a part of the answer, but no one's answer is complete. You see the color. She looks at the shape. He listens to the words. They follow their hearts. Everyone has his own feelings. And everyone is right. An author provides clues. We fill them with meanings. Shot after shot, a truly great film, is born by our imagination. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Знаете ли вы такую организацию 15 на 4? Я, если честно, до сегодняшнего дня не слышала о такой. На самом деле такая организация, проект точнее, научный проект, он уже довольно популярен в Европе и теперь у нас вот есть в Одессе тоже. Это такое некоммерческие мероприятия, которые проходят в городах Европы и СНГ. Здравствуйте, ребята, у нас организаторы проекта 15 на 4, Одесса, Александр Карлов и Евгений Тарасов. Здравствуйте. Конечно, сразу вопрос. Честно, обычно не спрашиваю, почему так называетесь, но здесь, естественно, очень интересно. 15 на 4. Почему? Я залезла в интернет сразу искать, для того, чтобы найти ответы. Я нашла в сети YouTube объяснение того, что такое 15 на 4. Я предлагаю вам его посмотреть, фрагмент этого объяснения. Честно, я ничего не поняла и надеюсь, что вы мне сразу после этого видео объясните все. Каждый новым выступлением, с каждой следующей попыткой дать определение, что же это такое 15 на 4, я понимаю, что мы давно уже находимся в сингулярности. Самые старые опытные координаторы нашего проекта давно не пытаются понять, что происходит. Мы просто делаем то, что нам нравится. 15 на 4 — это формальное разрешение делиться знаниями. Итак, объясняйте, пожалуйста. Ну, в общем, это была вырезка из ролика глобального координатора Александра ГПК. 15 на 4 — это движение молодых ученых и фанатов науки, которые больше всего известны тем, что читают лекции некоммерческие в разных городах, разных странах. У нас нет каких-то формальных требований к лектору. Единственное требование — это приходить на репетиции. Мы стараемся делать все качественно, прогонять перед ивентом, перед мероприятием, слушать лекции. И если человек готов улучшать свою лекцию, если он готов приходить к нам на репетиции, он может выступить потом со своей лекцией на ивенте. Кто может стать лектором вашего проекта? Тот, кто имеет желание рассказать и имеет что рассказать. На самом деле существует два пути стать лектором. Один — это чем-то очень сильно заниматься, быть в какой-то теме, прийти и рассказать ее. Или второй вариант, он более сложный — это захотеть что-то, разобраться в чем-то, поделиться информацией и в ходе своей подготовки и изучения этого подготовить лекцию. Знаю такие лекции, TEDx называются. Их достаточно много, они достаточно популярные по всему миру. Всегда там приглашают, чтобы стать спикером этого проекта. Это надо действительно такие достижения какие-то иметь. По крайней мере, те лекторы, которых я слушала, они именно такими и были, культовыми, выдающимися. Ваш проект тоже похож на TEDx, только более специализированный, касающийся конкретно науки или же нет? Ну, в первую очередь, не коммерческий. TEDx и TED — это коммерческие мероприятия. И там немножко другой формат лекций. У нас все-таки мы стараемся больше дать материал. И наша аудитория уже, по крайней мере, в Одессе, мы знаем свою аудиторию, она более требовательна к материалу. И на лекциях бывают разные дискуссии по теме. То есть одна из особенностей проекта — то, что можно задавать вопросы после лекции. Мы специально отводим, резервируем под это где-то минут 10 после лекции. И люди могут спрашивать, могут как-то дискутировать с лектором. И это все-таки более интерактивный вариант. Но да, это чем-то похоже на TEDx. Формат выступления — ровно 15 минут. Да. То есть человек что должен успеть рассказать? Просто о проблеме, либо какое-то разрешение привести, либо потом вы его обсуждаете после самой лекции. Ну, бывают разные варианты. Можно взять одну общую тему, сложную, большую. Например, у нас, ну не у нас, в Харькове была лекция про мировую историю за 15 минут. Это понятно, что невозможно все рассказать, но лектор выбирает какие-то ключевые этапы, ключевые моменты и рассказывает про них. Или можно взять одну какую-то специальную узкую тему. Ну, например, вот можно взять хеликобактер пилори, про который, наверное, лучше Женя расскажется, что он, собственно, электр в том числе. Который у нас будет следующий ивент буквально сегодня. Сегодня вечером он будет, Женя, расскажите, да. Вы будете рассказывать об этой бактерии? Да, да. Насколько она полезна или наоборот? Вот об этом будет лекция на самом деле. Очень важно, как воспринимают бактерии или вирусы, которые вызывают болезни, как что-то, что действует против человека и пытается нанести нам вред. Но на самом деле это только частично правда, потому что бактерии, ну вот все живые организмы пытаются создать себе условия для обитания и идеальную среду. И в процессе вот этого всего процесса они, ну, случайно делают вред человеку. Извините, пожалуйста, ну, случайно, да? Соответственно, можно как-то это определить? Нет, тут вопрос, тут скорее вопрос в восприятии окружающего мира и всего микромира. А понятно, что мы будем говорить о том, какие болезни он вызывает, вызывает ли он них и как их лечить. Но эта лекция скорее более с налетом академичной микробиологии, а не клинической микробиологии, которая подазна на медицине. Простите, простите, пожалуйста. Все хорошо, да, корни уже темнеют. Расскажите, пожалуйста, да, сама эта бактерия, откуда она берется? Это вот та самая плесень, которая или нет? Нет, нет, нет. Хеликобактер пилори живет только в желудке человека и передается от человека к человеку. Более того, это единственная бактерия, которая вообще способна жить в желудке человека. А как она туда попадает? Например, когда вы целуете кого-то, у кого есть хеликобактер пилори, он может к вам переехать. Но это вирус какой-то, да? Нет, нет, это бактерия. Она хорошая или плохая? Она может быть хорошей, может быть плохой, да? Она может быть нейтральной. А что ее делает плохой? Она может быть нейтральной. Если еще есть какие-то условия внешние, которые раздражают, повреждают стенку желудка, это может привести к тому, что хеликобактер усилит этот процесс и это приведет в болезнь. Я где-то даже слышала, что вроде бы как есть какие-то продукты, которые наоборот помогают развиваться этой бактерией, то есть делают ее хорошей. Это, наверное, про другие бактерии. Это я, наверное, какие-то другие ролики в сети YouTube смотрела. Хорошо. Я знаю, что будут еще лекции. То есть ваша лекция, она 15 минут, и будет еще ряд лекций. При том, что на самом деле не только касается биологии, микробиологии или других каких-то наук таких точных, еще можно говорить о психологии. Да, и сегодня, в частности, тоже будет подниматься тема. Расскажите о других темах. Да, у нас еще будет три лекции, помимо хеликобактера пилори. И мы стараемся комбинировать разные темы, чтобы если человек пришел целенаправленно послушать что-то одно, например, про микробиологию, он еще мог послушать про историю. И обычно так неплохо работает. То есть человек такой думает, о, прикольно, это может быть тоже интересно. У нас еще будет лекция про экспедициях, про исследования Севера. Наш лектор Паша Майборода будет нам рассказывать про героические подвиги исследователей, такие драматические, в общем, истории о том, как исследовали Север. У нас будет еще лекция про тревожность, значит, про генерализированное тревожное расстройство. Надо сразу после сложных ситуаций на Севере вот эту лекцию читать. Ну, на Севере были другие проблемы, но, в принципе, тревожились люди. И там, я думаю... Хотя после хеликобактера тоже можно, да? Хорошо. Да. Вот, мы будем говорить про то, что это такое, почему это важно знать, и что очень часто люди про это даже не знают и обращаются уже спустя какое-то время, страдая там всю жизнь, ну, не всю жизнь, а очень долгий промежуток времени от такого расстройства. Вот. Мы будем еще говорить о средневековых университетах. Это будет такая интересная лекция от нашего тоже постоянного лектора Влада Вадько. Он нам расскажет, как учились раньше студенты, с какими проблемами они сталкивались, и как это вот отразилось на нашу вот нынешнюю ситуацию с образованием. Ну, и много интересного. Вот. Действительно, разноплановые очень лекции, и можно услышать что-то свое, почерпнуть. Вот вы говорите, что наш постоянный лектор. То есть вы часто выступаете с подобными лекциями, да? Хотя об организации я, например, не знала раньше. То есть сколько вы существуете в Одессе, и по всему миру, как быстро развивается этот проект, ну, естественно, это сразу говорит о том, насколько он интересен, да? Ну, все началось очень давно, года три назад, где-то в Харькове. Вот тот ролик, который мы смотрели, это был ролик из Харькова, где губальный координатор рассказывал про концепцию проекта. И когда-то в Харькове ребята решили, значит, делиться знаниями, сидеть там за чашкой чая, обсуждать, что они там начитали в Википедии, какие-то статьи на подмедиа пообсуждать, и все такое прочее. И делились это в узком кругу, там, близкие друзья. Потом к ним подключились друзья друзей, и так оно вот как-то раз такое вот сарафанное радио, подключились другие люди, и они начали собирать аудитории. Потом они начали приглашать известных уже лекторов, то есть, ну, зарубежных. Вот. И потом эту концепцию, она начала заражать остальные города, вот как вирусное заболевание. И все остальные, вот, включая, там, Киев, Одессу, Львов, Кишинев, Мюнхен и другие города, в общем, в других разных странах у нас много бранчей, это начало распространяться. В Одессе мы два года существуем, читали лекции на разных площадках, с разной периодичностью, но в среднем где-то раз в месяц. Сейчас мы будем выступать в Зеленом театре летом, где-то в среднем с частотой раз в две недели мы будем читать вот такой блок лекций. Вы уже готовите сюрприз. Я знаю, что приедет тоже такой топ-гость, Михаил Гельфанд, и он известный достаточно российский биолог, да, и вот он будет тоже читать лекцию. Причем, знаете, вот всегда пугает, когда говоришь о том, что наука, это сейчас, наверное, какие-то формулы будут, это сейчас как термины, хеликобактер вот этот вот, это еще легкотня, а кажется, что сейчас выйдет какой-то научный такой сотрудник и начнет что-то очень сложно объяснять. Я слушала выступление Михаила и поняла, что все совершенно по-другому. Там сравнивают на очень доступных образах таких, как там фигурки Лего или Франкенштейн, или еще что-то. Я предлагаю сейчас посмотреть фрагмент его выступления, да, вырезка, скорее всего, то есть сложно понять, о чем он говорил, но вы потом более предметно расскажете, о чем он расскажет в Одессе, потому что я так понимаю, что он будет как раз по этой теме говорить и у нас. И постепенно мы дошли до образа сумасшедшего ученого. Вот я, готовясь к этой лекции, узнал, что, оказывается, даже такая фигурка Лего есть. Ситуация полностью разошлась, да. Но вот слева настоящие ученые, которые занимаются очень довольно скучным делом. Один из них говорит, что данные говорят, что клетки производят белок гамма-3Б, под тип гамма-3Б, а второй говорит, давайте проверим это после ланча. И это правда, это примерно так и выглядит. А справа картинка из кино, в которой данные, данные, данные говорят, что мы открыли лекарство от рака. А правый, значит, с пистолетом, говорит, это очень есть хорошо, но теперь давайте мне сюда вашу пробирку. Ну и вот чем они занимаются, эти люди. Вот они колют кукурузу, почему-то чем-то голубым обычно, помидор, картошку совсем замучили, и даже колют мясо. Вместо того, чтобы растить поросяток со своими детьми, а потом вместе с детьми коптить колбасу из этих поросяток, они занимаются каким-то таким ужасным делом. Ну вот, что у них получается. Это просто красивые картинки. Это на самом деле ни за чем не нужно, но они действительно красивые. А вот это картинки уже более серьезные. Я прошу прощения за качество слайда, потому что на этих картинках на самом деле неправда. Вот слева не гмошный помидор, потому что гмошных помидоров в продаже нет. А кукуруза генномодифицированная, она вот не выглядит как распущенные бусы из бирюзы. Вот эта кукуруза настоящая? Ну, вы знаете, да, это был не вопрос, это был риторический вопрос. Слева это ее предок, а справа это обычная кукуруза, выведенная обычной селекцией. А вот эта кукуруза, она на самом деле тоже выведена обычной селекцией. Это не генномодифицированная кукуруза, это называется стеклянное сокровище, сорт, выведен в 2012 году, обычной селекцией можно заказать на Амазоне и посадить. Честно говоря, когда недавно я видела фотографии вот этой кукурузы, я думала, о, мы, конечно, что-то придумали, наверное, какие-то краски добавляли, поэтому она такая разноцветная. Но из этой лекции я узнала, что ничего в этом страшного нет. И на самом деле, будет Михаил говорить о том, что ГМО это не так страшно, как нам кажется. Действительно ли это так? Потому что, честно, я когда вижу на продукте, даже на бутылке с водой, без ГМО, я понимаю, что ГМО в принципе в воде не может быть, но, тем не менее, мне как-то спокойнее пить эту воду. Ну, на самом деле, люди, как только они начали что-то одомашнивать или находить, делать среду под себя, они начали изменять, модифицировать растения, все вокруг, на самом деле. И, например, как уже сказал Михаил, та пшеница или картошка, которая жила в диких условиях, она кардинально отмечается той, которую там тысячу лет назад выращивали где-то на полях Европы. Понятно, что тогда это не было генная модификация, ну, как бы поменялись методы просто. Раньше выбирали только сильные ростки и только их размножали. Сейчас мы берем пробирку, подсоединяем к нужной ген и имеем уже нужные нам свойства. Тут еще можно сказать, что те растения, которые отбираются из классической селекции, то есть мы просто выбираем нужные нам росточки, они не так сильно проверяются, как генномодифицированные. Потому что для того, чтобы допустить на рынок выпустить кукурузу генномодифицированную, она проходит неимоверное количество испытаний, которые доказывают, что она абсолютно безвредна, не может иметь каких-то других последствий. Кстати, кроме того, некоторые продукты имеют еще и положительные свойства, которых нет у их аналогов, которые выведены так. Есть, я точно не скажу, один из видов черных помидоров, который выведен, который имеет противораковые свойства. А его аналог, который выведен обычной селекцией, который тоже черный, он не имеет таких свойств. И плохо ли это? Я думаю, что более подробно можно будет услышать именно на лекции Михаила. Давайте напомним, когда она будет. И сегодня еще раз пригласим Зеленый театр для того, чтобы присоединиться к развитию науки и показать свой интерес к этому развитию. Лекция будет, на самом деле, две лекции. На два дня приезжает Михаил. Это будет 10 июня в интеллект-клубе, номер один. Лекция будет «Молекулярная эволюция». Она перекликается с лекцией ОГМО, но в целом он будет больше рассказывать о различном происхождении видов, о эволюции в целом. И это будет доступно. Это будет рассчитано на широкую аудиторию. Можно приходить и слушать любому человеку. Второй день, 11 июня, это Зеленый театр. Лекция про ГМО. И начало 10 и 11 в 6 часов вечера. Вход бесплатный. Можно приходить открыто слушать и просвещаться. А сегодня в 6 часов начало в Зеленом театре. Четыре лекции. В среднем у нас ивент длится 2 часа. То есть в 8 мы, я думаю, закончим. Поэтому приходите, просвещайтесь. Спасибо огромное, что вы пришли к нам. Приходите еще. В гостях у нас организаторы проекта 15 на 4 Одесса. Александр Карлов и Евгений Тарасов. Спасибо большое. Поговорили мы о самом проекте, о движении молодых ученых и фанатов науки. Это был дневной эфир 7-го телеканала. В студии провела его с вами. Татьяна Милимко. Всего доброго вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова